Здравствуйте, меня зовут Стокозова Наталья Владимировна. Я вам хочу прочитать отрывок из рассказа Мухтара Ауэзова «Серый лютый». Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко, и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу, вот когда бы они с ним сквитались. Не слышно было и погоня, странный верблюд не пошел по следу, но «Серый лютый» боялся иного, он ждал за собой собачьего лая и топота коней. А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула, а не чуяли приближение леденящей затяжной метели. Мороз не ослабевал, а ветер усилился, застонала степь, и погысли на степными просторами снежные хвосты от земли до неба. «Серый лютый» медленно поднялся, оглядываясь боком на трех лапах, изредка судорожно подпрыгивая четвертый, он поскакал к камышовым чищобам на соленые озера. Трое суток без передышки будел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высовывался серый лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, уткнулся носом хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг и урту. Отощал серый, ослаб, но рана у него в паху, рваная, косая, затянулась, запеклась. На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала. Целую неделю он голодал, искал падаль, не нашел. Лишь к концу недели повезло, наткнулся он на отставшую от табуна кобылу со стригуном. Загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое раздувшее брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.